Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч первого тура АПЛ Уотфорд-Астон-Вилла. Встречаются вторая команда чемпионшипа и одиннадцатая команда АПЛ минувшего сезона. Шерчни после годичного отсутствия вернулись в АПЛ, пропустив в 46 матчах всего 30 мячей в чемпионшипе. Это лучший показатель минувшего сезона. Сейчас у Уотфорда идет серия из 10 низовых матчей, которая началась еще 2 апреля игрой с Шеффилд Уэнсдэй. Астон-Вилла после удивительного спасения в позапрошлом сезоне. Сезон минувший провела просто с ног сшибательно, просто уничтожая на выезде всех подряд без разбора в первом круге. В круге втором команда Дина Смита заметно подсела и закончила сезон только на одиннадцатой строчке. Похоже, что Бирмингем расстанется с Джеком Гриллишем, который уйдет в Ман-Сити за рекордные 100 мультиков, установив новый трансферный потолок АПЛ. Говорят, что Гвардиола хочет еще и Кейна за такую же сумму прикупить. Посмотрим, насколько такие покупки пойдут на пользу горожанам, которые могут лишиться Силвы и Стерлинга. Предыдущий очный матч Астон-Вилла и Отфорд провели 21 января 2020 года. В Бирмингеме выиграла Астон-Вилла 2-1. Но до этого были три победы у Отфорда при одной нулевой ничьей в Товарняке. Если не брать во внимание именно вот этот Товарняк, то последние четырёчные матчи у Отфорд и Астон-Вилла, начиная с 2015 года, провели результативно. То есть на тотал больше 2,5. Бок Микрисде ставят на Астон-Виллу в этом матче. И напомню, что команда Смита на мажорном ноте закончила сезон минувший, выиграв по 2-1 у Тоттенхэма и Челси. В минувшем сезоне Астон-Вилла примерно поровну играла на выезде на тотал меньше-больше, и оба забьют. Да нет. Хотя сезоном ранее тяготела к забивным матчам. Ну и не будем забывать о 9-ти выездных победах Бирмингема в минувшем сезоне. Вотфорд очень надежно отыграл в чемпионшипе, пропуская примерно по 0,7 и гала за игру. Если посмотреть на домашнюю статистику Шершни до их вылета из АПЛ, то дома Уотфорд тяготел к забивным матчам, выигрывая в сезоне 7-8 домашних игр. С учетом текущего положения дел в командах, их текущей статистики и статистики очных матчей, здесь в самый раз взять вариант низово ничьи по типу 0-0 или 1-1. Причем второй вариант все же, наверное, более вероятен. Из связки ставок тотал меньше обезобьют до ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3-36. На тотал меньше 1-86, на обезобьют до 1-80. Учитывая потенциальную потерю гриллиша и надежную игру Шершни в защите, в качестве оптимальной ставки можно взять вариант низового матча за 1-1.86, несмотря на то, что в очных играх Астонвилла и Бирмингем играли в последнее время очень результативно. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, здесь в самый раз попробовать сыграть ничью за неплохие 3-36. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok